Привет! В этом видео поговорим о ковриках для мыши. Нужны ли они во времена, когда мышки могут работать почти на любых поверхностях? Чем хорош простой коврик? Зачем нужен пластиковый? Может ли коврик улучшить эргономику? Как выглядят варианты для геймеров? И что могут самые современные модели? Сейчас не только расскажем, но и покажем. Зачем вообще нужен коврик, если в современных мышах продвинутые сенсоры позволяют работать почти на любой поверхности? Самое важное здесь слово «почти». Есть, например, стекло, ребристые лакированные поверхности, ткани, на которых мышь будет вести себя нехорошо. Тут, конечно, и от типа сенсора многое зависит, но вряд ли найдется мышь, которая везде будет корректно работать. И вот тут как раз пригодится коврик, даже самый простой. Такие за скромную сумму разнообразят ваш рабочий стол и интересным рисунком, и разным материалом. Ну и пачкаться теперь будет коврик, а не стол. Хотя не очень понятно, что чистить легче. Универсальный коврик – неплохой вариант, но бывают и другие. До сих пор встречаются пластиковые коврики. Из-за более твердой поверхности по ним легче скользит мышка. А жесткость всей конструкции позволит работать даже на самых неровных поверхностях. То есть можно и в кресле удобно устроиться и на диване. А обратная сторона такого удобства – пластиковые коврики обычно не очень большого размера, а поверхность настолько гладкая, что мышь может скатиться. Если вы при долгой работе с мышью испытываете боль или дискомфорт в руке, в районе кисти или запястья, то эту проблему можно попробовать решить с помощью коврика с вот такой подставкой. Неестественное положение немного исправляется и снижается нагрузка на сустав. Но это все в теории. На практике при болях в руке сначала обратитесь к врачу. Тем не менее, такие коврики могут оказаться удобными даже без проблем в руке. Но цена за такое удобство – довольно скромные размеры и меньшая мобильность. Если это определяющие факторы, то сегодня можно найти довольно крупные коврики. Если вам знакомы такие понятия, как точность трекинга, частота опроса и отклик, то для вас есть отдельная категория игровых ковриков. Именно в этой категории встречаются царь ковры на целый стол. Можно расставить всю периферию, а в случае с механической клавиатурой такая подложка поможет немного снизить вибрации и шум. Но чаще игровые коврики все же более скромных размеров. Зато можно встретить модели с RGB-подсветкой и софтом для ее регулировки. Есть все возможности гибко настроить цвета и яркость. Тема о покрытиях Speed, Control и совмещенная Control Speed более чем холиварная. Тут лучше попробовать самостоятельно. Самые навороченные аксессуары сложно назвать просто ковриком. Точнее, сменные коврики есть в комплекте, но основное – это вот такая база, внутри которой встроена беспроводная зарядка для мыши и приемник для ее беспроводного подключения. То есть вам достаточно подключить только коврик, а в подходящие мыши поставить адаптер из комплекта коврика, и все заработает автоматически. О статусе зарядки даже есть отдельная индикация. В таком сетапе можно забыть и о замене батареек, и о зарядке. Естественно, здесь есть софт для разнообразной настройки под себя. Задержек или обрывов за время работы мы не заметили, но без минусов не обошлось. Такой набор стоит значительно больше, чем другие коврики, а работает только с конкретными мышами от этого же производителя. Интереснее он бы выглядел, если бы беспроводная зарядка работала с другими девайсами. Коврикам для мыши уделяют незаслуженно мало внимания, хотя они могут решить проблему работы в разных условиях. Порадует глаз приятным дизайном рисунка или подсветки. А в самых продвинутых вариантах это полноценная станция для мышей с беспроводной зарядкой и подключением. Пока!